75 лет победе в Великой Отечественной войне. Она забрала 1418 мирных дней и миллионы жизней. Чтобы сохранить надежду в светлое будущее и вернуть мирное небо, ежедневно на фронт уходили сотни тысяч солдат. Не всем из них повезло вернуться назад, туда, где их ждут больше всего на свете – их семьи. Те, что вернулись, стали героями. Их лица – это лица победы. В их глазах живая история. Телеканал «Самара ГИС» представляет откровения ветеранов Великой Отечественной войны. Когда началась война, мне было так, в 1927 году, это примерно 14 лет. Мы жили в деревне. Безусловно, для всего населения, в том числе и для меня, конечно. У нас было радио, такой черный, сообщили по этому радио, что началась война. В начале, конечно, все не думали, что эта война будет такая жестокая, длинная. Но, тем не менее, переживали все. Женщины, особенно мать моя, плакала. Вот такая была встреча. А мы еще были не совсем, так сказать, взрослые люди, но тоже сами понимали, что это большое горе. Андрей Тенковидов родился в селе Дмитриевка Саратовской области. Село было одним из лидеров по переработке зерна. Жители, которых было не больше 200 человек, трудились на поле. В начале войны дело осложнилось. После молниеносного объявления по радио, которое в 1941-м перевернулось ног на голову жизни ни одного поколения, все изменилось. На следующий день управляющие нашего отделения, все собрались в контору, так сказать, ну, там, где обычно собираются люди. На улице были в основном все. И он объявил, что началась война, еще раз он объявил войну. И мы, конечно, более горести принимали эти слова. Думали, долго ли будет война эта, и жестокая, и будет ли она такая суровая, жестокая. Думали в первую очередь. Думали, что она быстро закончится. Не думали, что это фашистская Германия, такая наглая страна. Когда началась война, тут, безусловно, мужчины стали призывать в армию. Правда, не всех сразу, но буквально через каждый день уходило 2-3 человека. А работает как раз летнее время, много работы. Юный Андрей ежедневно провожал односельчан на фронты. Вот в 1944-м сам был призван. Его распределили в закрытый военный город на Волге, запасную столицу, Хуйбышев. Призвали меня, ой, уже было тяжело, еще война ишла. В 1944-м году, 3 ноября 1944-го года, осень уже была, наступила. Нас, нескольких человек, сейчас не помню, человек 34, на лошадке повезли в районный центр. Это 10 километров. Меня провожала сестра. Мать была уже старенькая, отец тоже старенький. Провожала сестра. Жили мы бедно. Одеты были весьма, так скажем. И, в общем-то, вот, передала нам небольшой узелок с продуктами. Там сало, хлеб, все, кое-что такое, что не портится. Ну, забрали нас на районном районе и повезли, значит, в Арктичево. Арктичево, это, там был такой центр, откуда потом, где-то нас принимали, так сказать, на эти покупатели пришли. Ну, офицеры с войск и частей. В том числе, меня. Я уже закончил всем классом. Это, можно сказать, для того времени, потому что высокое образование. Вот. Ну, и меня вместе с другими, значит, ребятами призвали и привезли в Куйбышево. Рядовой танковидов попал во внутренние войска МВД. Прошел подготовку школу молодого бойца, где впервые взял в руки оружие. Наши как раз оборужили на улице Белоновской. До сих пор эта воинская часть есть, существует там. Вот нас туда привезли. Два месяца проходили курс молодого бойца. Гоняли нас, конечно, очень хорошо. Это было уже почти зимнее время. Учили выстрелять, ползать, на турецке работать и так далее. После двух месяцев стали распределять, кто кого. Ну, меня вначале приглашали в музыкальный взвод, автозвод и взвод связей. Ну, я почему-то избрал взвод связей. Пошли были взвод связей. Работал вначале в этом взводе связи на коммутаторе. Коммутатор был старенький, помните, так и этими шнурами переключать было. Два года там поработал с телефонистом. Затем перешел работать на рацию, поддерживал радиосвязь с другими городами. И вот, служил я в этом сама в Куйбышеве до 49-го года. Заместитель, командир по полной части, как-то мне сказал. Он был фронтовик, полчатистский мне сказал. Так, так он звал меня, Андрей. Музыкантом ты не сможешь быть великим. Автодел это очень серьезно, связано с авариями. А связистом это очень такая нужная работа. Каждому году, в каждой деревне нужны связисты. Поэтому я послушался его. И не жалею. Потому что я, так сказать, очень много... Во-первых, во взводе связи там с частными обращались непосредственно с начальниками. Знали их телефоны, знали их адреса. Поэтому это давало нам возможность. Были повышенные знания, садатские знания. Андрей Петрович вспоминает, насколько сильно Куйбышев в 44-м отличался от Самары, которую мы привыкли видеть сегодня. Знаете, город небольшой. Где-то было здесь население примерно 200 тысяч. Вот улица, вот набережная. Ее там тогда не было. Там была пустыня. Мы бегали туда на физзарядку. Водили туда физзарядку. Ну и по окончании физзарядки говорили набрать форест. Потому что нужно было топить печку. А печка была такая голландка. Высокая, темная. И вот мы туда форест бросали и топили, чтобы было тепло. Ну и окраина города была. Это улица Полевая. Это была окраина. Я помню, как-то нам пришлось ехать. Вот мы доехали только до улицы Полевой. Ну, парк, этот самый, рядышком там у нас был парк. Он был. Хороший парк был тогда. А так улицы были, так сказать, неоживленные. Еще, так сказать, мало было людей. Город был небольшой. Ветерану приходилось выезжать за пределы родины. В Румынию взвод поехал для специальной миссии. Они сопровождали пленных немцев на Кавказ. Вот город Плаешки. Такой нефтяной город в Румынии. Вот. Чтобы оттуда увезти пленных немцев на Северный Кавказ. И вот, когда мы туда приехали, мы занимались подготовкой. Сами готовились и готовили вот этот эшелон. С военнопленными. И вот во время подготовки вот этого эшелона фашистская германия, фашистская авиация, должны бомбили нас. Видимо, они хотели, так сказать, задержать отправку военнопленных в Россию, в СССР. Но, правда, жертв не было. Но опасность такая бежала. Мы все убежали в убежище. В каждом вагоне, а теплушки были, вагоны были такие. А в каждом вагоне у них был старший. Как правило, это офицеры. И мы наблюдали такую вещь. Кто из них там, солдат, не служится, не подчинялся. Офицер подходил и со всего размаху его шлепал. А так во время движения попытаться сбежать у них не было. Ну, мы их охраняли там. В том числе была определенная система охраны. Ну, слава богу, довезли их благополучно до Северного Кавказа. Вели себя более-менее достойно. Не грубили нам русским. Слушались. Но они понимали, что их жизнь теперь зависит от нас. Люди уже знали, что мы одерживаем победу. И у них было настроение. Они там, видимо, про себя уже ругали Гитлера. Там, кто нас понимал, немецкий язык, слышали, как они ругали Гитлера. Позже о победе советского народа над фашисткой Германией заговорили все. Открыто. А война закончилась. Я уже был солдатом. Это в 45-м году, в моей вести. Конечно, веселье было огромное. Веселье. И обнимали друг друга солдата. Ну, руки жали. Некоторые даже солдаты плакали. Некоторые, так сказать, просили командиру, чтобы это не пстаграмм. Ну, нам не давали, конечно. Точно. Очень были рады. Потому что мы уже знали, что такое война. Некоторые наши, так сказать, одного. Ну, кому исполнилось 18 лет. Ушли на фронт и не вернулись. После войны Андрей Петрович продолжил военную службу. Отправился в военно-политическое училище в Елабугу. Позже в Магадан. Потом были Мордовия, Ульяновск, Ленинград. Назад в Куйбышев, туда, где он служил солдатом, Андрей Тенковидов вернулся офицером через 16 лет. Тогда это был уже совсем другой город. Сначала ветеран был замполитом военной части. Позже ушел на гражданку. Преподавал военное дело студентам авиационного техникума. Это дело увлекло на всю жизнь. Проработал 31 год. Не менее, молодежь есть молодежь. Энергии много. Не все, конечно, вели себя хорошо. Некоторые допускали, так сказать, ошибки в своем поведении. Но большинство ослуживались. Офицерным техникам считался один из лучших техникумов в Самаре. И, кстати, по военной подготовке, я был другом, мы вели большую военно-патриотическую работу. Наш районок в самаре техникум дважды занимал первое место в области. Первое место. Быть лучшим и побеждать. Этому Андрея Петровича научила жизнь. А он старался передать свои знания студентам. Ветеран воспитал не одно поколение самарцев. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена. СКРАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА